День добрый, дамы и господа! Меня зовут Антон, и сегодня мы с вами рассмотрим веб-камеру Logitech HD Pro Webcam C920. Веб-камера поставляется в такой вот пластиковой упаковке. Открывается она снизу. В комплекте у нас идет сама веб-камера, а также инструкция на нескольких языках. Драйверы в комплекте не прилагаются. Устройство окутано во множество полиэтиленовых пленок, которые защищают его во время транспортировки от появления царапин. Кроме того, вы его не поцарапаете, когда будете разбирать и открывать с коробки в первый раз. Вот перед нами вся комплектация, две книжечки и, собственно, сама веб-камера. Камера оснащена CMOS-матрицей, а также оптикой от немецкого производителя Carl Zeiss. По окраям камеры расположилось два микрофона. Кроме того, камера имеет систему автоматической фокусировки. Массивная ножка веб-камеры выполнена из качественного матового пластика. В местах контакта с монитором находятся прорезиненные прокладки. Крепления сделаны качественно, не скрипят, люфтов нет. Снизу есть место для крепления к головке штатива. Шнур имеет длину 1,8 метра, чего вполне достаточно, чтобы расположить камеру наверху плазменного телевизора и подключить ее к рядом стоящему компьютеру. В комплектации веб-камеры нет дисков, поэтому дополнительное ПО придется скачивать с сайта производителя. Включается веб-камера просто. Во время работы загорается синий светодиодный индикатор. А вот пример портретного видео, сделанного с помощью этой веб-камеры в разрешении 720p. Дополнительное ПО работает только под управлением операционной системы Windows. На Linux и Macintosh OS X веб-камера без проблем была определена программой Skype. Вот так она выглядит на верхушке телевизора. Шнура вполне хватает, чтобы дотянуться до стоящего рядом компьютера. Как я уже упомянул ранее, веб-камеру можно поставить на площадку штатива. И использовать для записи своего видеоблога. Вот пример видео, снятого с помощью этой веб-камеры. Пример видео, снятого в полном разрешении, вы сможете увидеть, пройдя по ссылке. Ну а на этом пока все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok